Я ленинградец. Я подчеркиваю слово ленинградец, потому что слово Ленинград я как бы сосал с молоком матери еще в 1933 году, когда я родился, а слово Ленин узнал через многие годы. Для меня Ленинград первичный, а дедушка Ленин как бы уже не так шважен. Так вот, начиная с 1965 года, когда я посынялся Евгением Кляшевым и другими ленинградскими бардами, у нас возникла какая-то дружба. Я привык к тому, живя в Ленинграде, что как-то все волновались песнями друг друга, никто никогда не соперничал. Когда Юра Кукин написал новые песни, там, не говорим о насады, это был большой праздник. Мы все забрались, выпили и так далее. Когда Женя Кляшевым, мы собирались обсуждали все песни друг друга, и никогда никто не бледнел, не краснел, когда кому-то хлопали больше. Это было как бы дурным тоном. Как я могу завидовать Жене Кляшевым, которому Бог дал такую музыкальную одаренность, которую мне никогда не будет. Например, я же никогда не умел играть на гитаре, сейчас не умею практически. Женя иногда любезно сопровождал мои концерты своей игрой на гитаре. Это было чудовищно невозможно. Это было невозможно. Он очень плохо мне аккомпанировал. Почему? Потому что он был замечательный музыкант. Ему было неинтересно играть одно и то уже пять раз. Он начал импровизировать выше, ниже. А у меня в прямом классе, шаг влево и шаг влево, шаг влево, как попытки к бегству. Я всегда говорю, Женя, старик, извини, я увлекся и так далее. Меня всегда поражала в Жене именно вот эта удивительная музыкальная одаренность, потому что он был человеком импровизации. У него, как джинсейшн, у музыкантов, которые вот в джазе, он мог совершенно неожиданно найти какие-то совершенно другие музыкальные решения. Лучшие в мире песни придуманы с удовольствием. Это значит, что у него характер, то есть все то, о чем исполнил Булатова в свое время, характер произведения кидается через музыку абсолютно. Слова могут быть, а могут не быть, они есть. Хорошо, что есть. В небе Облака из серой ваты Сыровато-серовато Не беда, ведь я привык Сыровато-серовато Телевизор И квартирним и язвенья Повисают на двором Повисают на двором Ветер Отражение Повисают на двором 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 Повисаю Ягод Повисают на двором Крекция Заснятою иконой Вся в паутине пустота Свободен, значит, вне закона Как эта истина проста Входная дверь гремит, как выстрел В моем пустеющем дому Так жить нам вместе Словно листьям Опадать в них по одному Так жить нам вместе Словно листьям Опадать в них по одному Ах, Саша Неужели двадцать с лишним тому назад Такими были мы Рифмы слабы А я тебя Так раз за мастерство Холодный блеск Отточенного стиля Не выявлял, казалось мне тогда Биение крови И слова Застыли гирляндами Сверкающего льда Как быстро кончилось Увы, пора всезнания Но лба прибавилась Хоть и за счет волос И все, что было или будет с нами Во времени одном Переплелось И наши судьбы Как и наши строки В одном оркестре Тянут унисон И только вот Как всюду Давят сроки Причем на сердце Чтоб не счел за сон Я поделился опытом Который, наверное, бесполезен Как любой Мы слишком много Тратим времени На споры И слишком мало Оставляем Любить Да, ну вот это очень кстати К нашему разговору Все это верно К сожалению Это все понимаешь тогда Когда уже Собеседника Нет Он совершенно прав Конечно Он совершенно прав Тот дефицит Которым Мы всегда Мы всегда гордились Тем, чтобы как бы Это друг друга Распокритиковать Там подружески И так далее Но тот дефицит любви В котором мы постоянно жили Для нас Особенно для нас Женька Для блокадных детей Это как дефицит хлеба Конечно Мы жили в стране Где был дефицит любви И, конечно, ты понимаешь Очень поздно Нам следовало бы Более подобранно Друг к другу относиться Как бы, знаете Может, это и была Та поддержка Которая нам тогда Так не хватало Мы были Одиноки Нас было мало Нас окружало Как бы Враждебное Большинство И нам, наверное Следовало крепче Держаться друг за другом К сожалению Тогда мы это понимали мало Это понимаешь только тогда Когда Друга, собеседника Уже Нет Егорик Сашавлевич Я не представляю себе Женя Клячкина Похоронен В израильской Белой Выжженной Солнцем Земле И как-то Мне несколько Меньшает Представление Я сейчас связан С Дугородной Виталий С Муром Ленинградом С нашим С ним Городом С моей С ним Родиной Я Нас 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 Я Нас Нас Я Вернусь Умирать Твой Фасад Темно-синий Я По тьмам Не найду Между Выцветших Ленин На Асфальт Упаду И душа Неустанна Поспешая Во тьму Промелькнет Над мостами Петроградском Дыму Все мои любви и уважения к поэту Виталий Увродскому Его Общенародное признание Не было бы таким Если бы не было песни Евгения Кречка И по песне Евгения Кречка На северной шестере Дали тот синтез Гениальных стихов И гениальной музыки Которая Которая Сам Ввродский Может быть И не подозрел Да и оно Было не нужно Известно Что когда Женя Позвонил к нему В Нью-Йорк И спросил Разрешение Разрешение На публикацию Вот этих песен Тот дал Разрешение Спасибо ему А потом Когда Женя Сказал Может вам Присать пластинку Он сказал Нет Этот Жан Конгрессировал Этот Жан Меня не волнует Не волнует Жан Он гениально Совершенно выступал С песнями На сихи Бродского Когда это было запрещено И зачем Вот этого он не понимал Он не понимал Что такое вообще Компромисс Консенсус У Женька В этом был человек Безстрашный Вот Но В принципе Он был человек Лиричный Мягкий И всякое такое Вот Он не был там Никаким политическим Вождем Диссидентом Никогда Слава Богу Не был Не был И слава Богу Кстати Потому что поэзия Это одно А политическая Любая Любая Одесса Это совершенно Другая Женя Лирик Лирик Тонкий Но Я не считаю Крячкиным Эротическим Поэтом Потому что Эротическим Автором Потому что У него довольно Чистая И довольно Такая Сентиментальная И духовная Лирика Женя Как и все Значит Видимо Голодные Плакатные Дети Я и себя Имею ввиду И Люди Самого Богатырского Сложения Я и себя Имею ввиду Конечно Все нравились Большие Русские Женщины Я и себя Имею ввиду Вот И В этом отношении Я его вполне Понимаю Иногда Правда Это привозило К анекдотическим Событиям Я вспоминаю Как в 65 Году Мы поехали Могучей группой В Курат Брест На фестиваль В городе Бресте И Женька Познакомился Значит Таких Могучих девушек Такая Статуя командора В женском варианте Которая Духового роста Но Все Так сказать Как бы Настоящий Но в два раза больше Вот Хотя Очень все Пропорционально Женька Совершенно Потому что Правда Он на ней смотрелся Как идем на Пасхе Но Тем не менее Значит Все-таки Он Совершенно Доверделил Я помню Что она В какой-то Отпуск На 1-2 Приехала к нам Туда В Брест А в это время Как раз Торжественное Построение С факелами Куда-то Крепость Брестскую Надо идти И мы идем С флагом Города Ленинград Как любой флаг Был Факел Нужен Огонь Все это Символик Все это Замечательно А на ней Была вообще Такая мини-юбка Ну там было Что-то Обтягивать Честно говоря Вот Но такая Под тем модом Совершенно Влетая И вдруг Препоследовал приказ Так сказать Всем преклонить Колено Там Павшим Мы-то Значит Встали на колени А она Осталась вообще Стоять Если было Как-то Надо было Что-то делать И она Видимо Решила Присесть на корточке Что ее погубило Потому что Раздался Впереди Громового Пущенного Солета Спереди Раздался Такой же Пущенный Удар Сзади На полсекунды Раньше Выяснилось Что она Присела на корточке И у нее Лопнула ее Не юбка Причем Как В результате Обратно ее ввели Завернутую Во флаг Города Ленинграда Потому что Иначе Это было Невозможно И Женя Очень трогательно Поддерживала Складочки Начинаем Отвучих Бездах Как человек Виноватый В этом происшествии Но я его Прекрасно понимаю Потому что Вообще он был Человеком Увлекающимся Непосредственным И в этом тоже Можем только Позавидовать Сполагом Честных Мало Как назло Мне всегда На них везло Расскажу Как дело Было Повстречала Полюбила Поначалу Полюбила Ну а после Разлюбила И как только Разлюбила Сразу честно Изменила А как только Изменила Тут же честно Сообщила Честно Класс Как назло Мне всегда На них везло Я думаю Что авторская Песня Как вообще Поэзия Непереводима Вообще Ему нужна Ментальность Этой страны Нужно Звучание Этой страны Нужно Вот То сочетание Она непереводима И поэтому Я думаю Что в переводе Песня что-то Неизбежно Утрачивает Ну можно Придеть Акуджаву На французский На польский Сотского И так далее Но это интересно Но не более того Если Если в концерте Рассчитанном Не на русскую публику Не на русскую аудиторию Будет спета Например Ну словно Три-четыре Песни на еврите А остальные Будут Переведены Не совсем Подстрочно А содержание Грамотным человеком Как это делалось У меня уже На немецкий язык Германии ФРГ То люди Остальное Поймут Через игру Интонацию Напор Или отсутствие Такового Вот это Возможный ход Для израильской аудитории И это Большая ошибка Я так считал Женина Что он пытался Переводить все На еврит И думать Что он там Станет своим Он не станет своим Я считал И считаю Это принципиальная Позиция Что Евгений Крячкин Русский автор Русский бар Русский поэт И что главная Трагедия Может быть Главная ошибка Как он совершил В своей жизни Это решение Переехать Из России В Израиль Он был Остается своим Здесь И то Что он столкнулся С звериным Антисемитизмом Это сделать ему Комплимент Как русскому поэту Это значит Что его признали Не только друзья Но и враги Мой отец Это моя акция Последняя Это не бед Это мой последний Политический шаг Я не хочу С этим жить В этом Как это сказал Миша Раисе Прекрасно Но сказал Это иди Не стой во всем В этом Старый мысли Витон Словно капля воды Эмиграции Ибо эмиграция Горький креп Эмиграция Вся травма И травма И травма И еще сердечная И причина Гибели Жени Безвременного Ухода Замечательного Художника Стоит нам Еще и в том Что незримая Трещина По его сердцу Пролегла тогда Когда он принес Свой первый Страшный стресс Может быть не первый Он терял Любимую жену У него Несладко здесь Жилось И так далее И так далее Но Уже потом Уже там Когда жил Нюар Мадганин Душа близок Самоубийск Когда человек Приехал в страну Которая его ждала И ощущаю Что здесь Никто не любит Никому здесь Не нужно Никто его не ждет Но он уехал Оттуда Куда возврата Уже нет То состояние Его невыносимо Невыносимо И можно Полезть и в петлю Тоже Попытка жить На Ближнем Востоке В другой ментальности В другой системе ценностей В другом климате В другом климате Вот для него Была губительна Самое главное Это было Не востребованность Мой джинсовый Всепогодный Раз в году Меняемый Я надел его Сегодня твердый Несминаемый И я на полка Уповаю Моего Еврейского Бирочку Ливаясь Вшиваю Жаловаться Несчего Жаловаться Нет причины Вот сижу И радуюсь Сон Светит Я мужчина И живой Не правда ли Поглядишь На вещи Шире И смеяться Хочется Все прекрасно В этом мире Когда гордость Кончится Надо же Пока болтали Песни Зубки Режутся Как там Струны На гитаре Денище Продержатся Обуваю Пацановшкина Носок Нейлоновый Пусть все Видят Кто идет Трагик В роли Клоуна Что-то Ведь Такое Было Орёза Каньо Ладно Это мы Потом Это На прощание Моё место Возле банка Метр Вахет В сторону Покер Том Мадам Гражданки Ну Начнем По-черному Ай-де-ше Мама Ай-де-ше Папа Ай-де-ше Братик Ай-де-ше Я Подайте Еврей В Ай-де-ше Шляпу Ай-де-ше Сердце Стучит У меня Полноправный Избиратель Что хочу То делаю Если можете Подайте В ручку Мою Белую Слушаешь Ну значит Даш Никуда Не денешься Вам поет Олег Адаш Брось Шапку Денеж К сожалению При его амбициях При его гордости При его характере Было бы нам трудно вернуться И трещина уже пролегла в этом сердце Отсюда и неожиданная гибель Зачем Дрещина Достаточности А вовсе нет Потому что человек А человек был физически крепкий Он для меня открыл очень многие вещи Как художник Как автор песен Как музыкант Он открыл для меня Целый мир песен И музыкальные решения Очень многих поэтических строк Которые Например Как строки Бродского Казалось бы Не нуждались В музыкальном решении А были самодостаточны Оказалось Нуждались Оказалось Что стало еще лучше Для меня это открыть В мире поэзии В мире музыки И так далее Он открыл для меня Еще одну горькую истину Что человек Как бы ни было ему тяжело Должен жить там Где он родился Там где он услышал Первые звуки языка Который стал его родным Если конечно нет Таких обстоятельств Как всеобщая беда Война Фашизм Киноцид И так далее К сожалению На своем примере Он показал Что Каждая эмиграция Независимый от ее результат Все-таки Сердечный травм И все-таки Несчастье для человека Если это человек художник Это тоже Тот урок Который мы вынесли Это то Что Женя Пляшкин Взял на себя Это его опыт Который мы должны Теперь все Как бы учитывать Важнее всего Сохранить Нерастраченным Ту гордость И ту самостоятельность Художника Которого Женя была И не пойти На поклон Ни к лосям Придержащим Здесь Ни к лосям Придержащим Там Чтобы остаться Семи собой Я думаю Что Песни Евгения Плячкина Они были Востребованы Сейчас Востребованы И со временем Всегда будут Востребованы Не всем Обществом Это не мацевая культура А то и лучшая часть Сила Которая понимает Глубину Его творчества Глубину тех Сихов Которым эта музыка Написана